окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате кентукки root zero запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше приключение здесь у нас граммофон который прямо аж мешает но я боюсь его трогать чтобы не включилась музыка никакая так мы можем поговорить со служащими но знаете что мне любопытно что там за медведи на два этажа ниже давайте съездим туда ведь можем так она пятом этаже да но мы поедем на третий этаж медведи здесь так и написано медведи а почему там медведи мне просто любопытно может быть и нам по этому поводу что-то скажет нет ничего вообще просто медведи и всего почему-то целый этаж с медведями они что так смотрят на нас типа а ты кто такой и чего здесь делаешь удивленные такие жесть но это конечно очень забавно в принципе можно таким образом посмотреть все остальные этажи но я не думаю что это имеет смысл просто время потратим и все хотя там наверное что-то может быть можно найти посмотреть увидеть прочитать нет граммофон мы не трогаем поговорим со служащим грек очень занят просмотром чертежей он измеряет углы пластиковым транспортиром и время от времени записывать числа в кожаный блокнот могу я вам помочь они отвечаете нет но явно он не лула чемберлен извините мы ищем приемного служащего а это не ко мне я внутренний пространственный аналитик ничем не могу вам помочь думаю все приемные служащие уже ушли домой лула может вам помочь она тут старшая вообще-то вы с ней разминулись она была тут час назад скорее всего она вернулась за свой стол это на первом этаже она почти не притронулась к чертежам должно быть ее отвлекли кстати если вы не против если я не против что если вы не против может быть он имеет ввиду что граммофон нужно ладно мы отсюда все равно сейчас уедем поэтому давайте уже исправим а я выключить его нельзя теперь ну ладно уезжаем просто уезжаем так и офис внизу на первом этаже офисе служащих медведи повернулись посмотреть на лифт на втором этаже какое-то собрание привет вы заблудились мы ищем лулу чемберлин о нет она очень занята давайте сначала направим вас к одному из младших служащих мы же не хотим тратить время мисс чемберлин процедура довольно проста сначала вам нужно получить номер дела для этого поговорите со служащей медштейн она вон там на другом конце комнаты рад помочь ну все началась бюрократия сейчас будем бегать по этажам от человека к человеку пока наконец-то нам удастся поговорить с кем нужно привет как дела хорошо спасибо мне просто нужна ваша карта приема и список пяти последних постоянных адресов пять последних постоянных адресов да что ж за бюрократия давайте пропустим все это кто из вас тут лула чемберлин о конечно вон она в кардигане ну наконец-то и повеселились в офисном лабиринте ну в конце концов вы справились вы выглядите уставшим я бы предложила вам мой стул но лодыжки не дают мне покоя а я в порядке нет не в порядке как стоически или романтически вы страдающий художник ох я не художник вам же лучше все это лишь бесполезная погоня за химерами в конце которой у вас остается куча ненужных навыков и зачатки артрита доктор труман говорит что мои суставы разрушают друг друга они многие годы работали сообща совершенно нормально что сейчас они пытаются друг друга убить ну да ладно хватит уже о моих ненавистных запястьях и лодыжках этот цементный офисный блок для вас лишь остановка куда вы хотите попасть так ну в принципе и этот и этот вариант ответа вроде как одинаково у нас проблемы с передвижением по нулевой просто взяли да поехали по ней ни с того ни с сего нулевая непростая трасса нельзя просто ехать по ней и думать что куда-то приедешь для путешествий по ней нужен более осмысленный подход но в каком-то отношении и не настолько осмысленный мы ищем док вуд драйв хм док вуд драйв забавно представьте себя я раньше жила на док вуд драйв очень давно мрачный старый домишко подвал был полон насекомых чердак птиц у меня была пара соседей мы все работали в университете у меня еще и собака была я пила виски и пиво скульптуре лепила но док вуд драйв находится наверху с таким названием это точно там что же тогда вы делаете на нулевой так вот даже не знаю сейчас как бы ответить работник заправки сказал нам что по нулевой мы туда и доберемся работник заправки ясно дружелюбный слепец моего возраста рядом таскается старый кот а еще он притворяется будто пишет стихи его зовут джозеф знаете его мы с джозефом вместе работали и жили мы были друзьями но это было очень давно мы уже целую вечность не разговаривали вы не знаете почему он направил вас именно сюда конечно все потому что он до сих пор влюблен в меня а теперь он еще и вас сюда приплел и при том крайне бесцеремонно а в вашем состоянии это ужасно так что прошу прощения за потраченное время но боюсь вас сбили с пути извините ну а где находится доквуд драйв на которой жили вы может быть это та же улица нет это невозможно моя доквуд драйв называлась бледная доквуд драйв понимаете они переименовали все улицы у многих были похожие названия раньше это было неважно но теперь все пользуются базами данных и у компьютеров с этим проблемы компьютеру не свойственно понятие двусмысленного он выдает ошибку это еще называется конфликтом имен так что моя доквуд драйв называлась бледная доквуд драйв другая могла называться большелистная доквуд драйв или гималайская цветущая доквуд драйв и так далее но какая-то из этих улиц до сих пор просто доквуд драйв по крайней мере мы можем надеяться всего лишь нужно порыться в записях коих у нас тут хватает с головой у вас есть записи по этим улицам думаю что да вы найдете их в архивах и записях четвертый этаж эти данные могут быть под буквой О адонимы или П простые или С специфические все зависит от того какая часть названия улицы была изменена в архивы значит да ну ладно ой бюрократия архивы и записи так четвертый этаж едем на четвертый этаж какие там были буквы адонимы простые и специфические ОПС ОПС Ладно будем искать черт да тут полный беспорядок ладно а может стоит посмотреть в тот верхний вахтенный журнал возможно в этих коробках есть какая-то система я просто начну смотреть что в них маленький вахтенный журнал повязан в кожаную обложку на внутренних сторонах обложек что-то написано на большинстве страниц в списке названий имен и дат так мы можем выбрать что именно посмотреть внутренняя сторона передние обложки задней страница первая почему-то страница 14 видимо наугад ну давайте наверное внутреннюю сторону передней обложки посмотрим не знаю даже персоналу архива пожалуйста не переносите больше никаких записей из складского блока пока мы не закупим новые шкафы мы распределили все до буквы Г этого пока достаточно проинструктируйте служащих сконцентрироваться на заданиях начинающихся с букв А, Б, В и Г или же задания по смежным темам например машины подходят потому что это автомобили их можно вводить и так далее но качество воздуха не подходит так как смежные темы включают в себя здоровье охрану и загрязнение ладно посмотрим давайте по порядку страница первая за последние несколько дней несколько документов по спортивным площадкам были взяты из архива баскетбольные коробки бейсбольные стадионы аллеи и парковки страница 14 единственная папка с документами по добыче угля была взята из архива которая была возвращена несколькими разными людьми в течение пары часов внутренняя сторона задней обложки папка закрывающиеся антикварные лавки пропала акт возвращения записан на странице 63 но папки нет страница 63 возвращение закрывающиеся антикварные лавки понедельник 3 часа дня подпись adbion так но это мне ничего не дало ладно откладываем вахтенный журнал ничего мы не нашли в нем полезного ничего не нашли я тоже половина коробок даже не помечена на остальных лишь самое начало алфавита не могу найти буквы ОП или С может быть та служащая знает где еще можно посмотреть ну да ладно мне опять нужно туда-сюда ну это это если честно не особо интересно это это вообще просто туда-сюда по этажам бегать ах ох ох бюрократия так и офис внизу на первом этаже может быть может быть мы лучше к медведям опять заедем а а ничего как жаль ну скорее всего они еще перевозятся понимаете мы только недавно переехали в это здание и пока что обустраиваемся верите или нет но раньше это был собор и бюро заняло его а старый приход перенаправили в одно из наших сладких помещений думаю там вы найдете записи по улицам в церкви вахтерша мэри энн может указать вам дорогу возвращайтесь когда добудете нужные файлы и мы потихоньку начнем необходимое письменное приготовление для анализа данных да и пока вы в разъездах я крайне советую заглянуть к доктору Трумэну с вашей ногой он специалист по травмам суставов и конечностей и насколько я знаю он работает по ночам его офис находится в маленьком районе на восточном краю боулинг-грин вот его визитка вам определенно нужно его навестить ваша нога в ужасном состоянии берегите друг друга то есть все мы уезжаем так сейчас поговорим с мэри энн тогда странно нас не посылали на второй этаж там какое-то совещание идет что ли ну если у нас будет выбор сейчас куда направиться я думаю лучше всего к доктору потому что из-за того что у нас травмирована нога мы медленно ходим а где мы там что застряли где-то я думал туда мы тоже пройдем ладно лучше сюда обойдем уже а нашли что искали а лула сказала что вы можете направить нас к церкви о конечно старый склад просто возвращайтесь на нулевую и езжайте до кристалла затем разворачивайтесь поймете куда ехать как вы едите на дорогу вы справитесь ну ладно спасибо пошли гомер ну сюда мы еще судя по всему вернемся когда там что-то найдем они выезжают на дорогу так это бюро так а как там к доктору ехать то если на склад то найдите кристалла затем развернитесь бюро тайного туризма тайные экскурсии любопытных храбрецов все указания направлений отсчитываются от бюро освоенных просторов представленные туннели система каналов образованная давним разливом подземной реки со временем река обмелела оставив после себя переплетение артерии с гуляющим по ним эхом по часовой до пера на минутку остановитесь и полюбуйтесь стенами пещеры развернитесь и езжайте против часовой пока не доберетесь до скворечника развернитесь еще раз вы уже почти на месте чтобы вернуться просто найдите перо и развернитесь что такое бюро по часовой выставка артефактов обманчивого будущего оставленных на одиноких автомагистралях после того как американский промышленный дизайн обратил взор на нематериальное против часовой до телевизора когда доберетесь до телевизора езжайте по часовой к антенне снова разворачивайтесь и проезжайте мимо сарая чтобы вернуться в бюро найдите телевизор а затем развернитесь минеральные источники дышит энергией и источают аромат юности и спор горной породы мягко обволакивая раскрасневшиеся лица купающихся обмолаживающими испарениями так маршрут туда туннели медитации мшистые туннели хорошее место для медитации а лабиринт самоанализа в котором человек медленно анализирует свое беспокойство словно совершая дыхательное упражнение глубокая долина былинная расщельна в самом центре мира определенно оставленная какой-то великой силой возможно возникшая после боя бога с динозавром удачного автостопа стоп ммм номер телефона какой-то может быть может быть где-то мы сможем это использовать ммм может быть стоит его записать на всякий случай просто чтобы был где-то перед глазами давайте таки сделаю 270 301 57 97 окей записал так ну вот это что за подсказка это можно что-то найти еще интересное по часовой до пера чиро езжайте против часовой до скворечника по часовой а стоп это по кругу что ли идет как-то тогда по часовой получается подождите вот сюда вот до пера кристалл арган лестница оп стоп нет но как-то как-то не так проектор колокол а дерево цепная шестерня якорь велосипед перо так на минутку остановитесь и полюбуйтесь стенами пещеры развернитесь и езжайте против часовой пока не доберетесь до скворечника а там развернуться еще раз так ну чтобы развернуться мне нужно именно вот так вот сделать да ехать до скворечника ехать до скворечника так а что это слева появилось на чем то ехать до скворечника в в в в в и в в в в в Повторяйтесь еще раз. Так, но здесь не появляется вот этот значок «Развернуться». А вот туннели появились. В брошюре туннели описаны как система каналов, образованная давним разливом подземной реки. Со временем река обмелела, оставив после себя приплетение артерий с гуляющим по нимэхам. Они, на удивление, просторные. Внимание коновое привлекает отдаленный шорох из ведущего вниз туннеля. Другой туннель уходит налево в темноту. Так, куда-то мы вообще забрались, ребята. Ну, прям любопытно аж. А мы ведь могли не найти эту брошюрку, и тогда вообще потеряли бы возможность эти места найти. Ведущего вниз туннеля шорох там. Давайте спустимся вниз, что ли. Конуэ и Шеннон спускаются вниз. Туннель немного сужается. Тут воздух теплее. Еще вниз. Шеннон кажется, будто что-то скрывается от ее взгляда. Еще вниз. Три серых пушных кота сидят на коряге. Их хвосты переплетаются. Какое-то время они оценивающе смотрят на незваных гостей, и затем возвращаются к ленному времяпрепровождению. Так, ладно, чтобы обратно вернуться, нам нужно опять найти перо и снова развернуться. Вроде бы так. Сэндвич теперь... Ну, слушайте, это определенно какой-то прямо лабиринт. Это... Так, стоп. Нам, наверное, вот так вот просто по кругу теперь ехать и ехать. Пока мы не вернемся к бюро освоенных... Как там? Бюро освоенных материалов или что? Бюро освоенных тел. Убои, да, ну? Ну, не вернемся к бюро. Так, галерея Димаксион Давайте посетим эти места, ребята Потратим время, но я думаю, это будет любопытно Против часовой до телевизора Потом по часовой к антенне И мимо сарая Телевизор, антенна, сарай Телевизор, антенна Телевизор, антенна, сарай А теперь нам нужна антенна. Антенна. Так, теперь нужно развернуться опять и ехать до сарая, точнее мимо сарая. А вот и галерея. В брошюре это место описано так – выставка артефактов обманчивого будущего, оставленных на одиноких автомагистралях после того, как американский промышленный дизайн обратил взор на нематериальное. Это просторный склад, полный странного транспорта, ржавая, похожая на дирижабли посудины, выкрашена в унылый зеленый цвет, со временем выцветший в коричневый. Между ними почти невозможно ходить, а многие разбиты до такой степени, что зуберные куски металла угрожающе торчат из их покореженных остолов. Все, что может делать посетитель – это всматриваться в темноту, вытягивая шею, в надежде хоть что-то увидеть. Ладно, едем обратно к телевизору. Стоп. А для этого нам, наверное, нужно… А нет, сарай больше. А нет, есть сарай. Так. Обратно до антенн доехать вот так, а теперь к телевизору, что ли? Так, стоп. Стоп. Где теперь кнопка развернуться? Эй, а почему? Я теперь не могу развернуться. Ой, только не говорите мне, пожалуйста, что я заблудился. Лопасти. Как-то здесь громко, так аж гудит. Очень сильно гудит. Опять лопасти. Может, нужно все-таки в другую сторону. – Ох! – Телевизор. Телевизор. Субтитры создавал DimaTorzok Что-то у меня ощущение, что я по кругу сейчас ешу Но я ведь должен на телевизоре развернуться вроде как Но не появляется теперь дайконка разворота Я не понимаю Да что ж такое-то Субтитры создавал DimaTorzok Так, я не понимаю Теперь тут антенна Теперь Как мне отсюда выбраться-то? Я потерялся, я заблудился Черт Может быть теперь туда? Опять телевизор О, разворот появился Не знаю почему, но теперь появился Так, а как я там? Теперь сюда, чтобы выехать? Ай, ёлки Я всё ещё не понимаю где Беру Угол а теперь появилась Да что ж того? О, есть, я нашел бюро. Подождите, мне интересно, что будет, если сюда нажать? Эй, вы выглядите устало, старик. Хотите, чтобы я немного повела? Да, давай, Шеннон, ты сядешь за руль, наверное. Наверное, это здравая мысль. А, я понял, это означает, что она сама будет везти машину, то есть нам не придется вот так вот мучиться, она привела нас туда, куда нам нужно, на склад, да? Подождите, а я хотел к доктору Трумэну. Кристаллы, затем развернитесь. А нам же вроде как должны были дать визитку доктора Трумэна. Вот это, конечно, любопытно, очень бюро тайного туризма, но этот лабиринт, я в нем только что уже потерялся, и я боялся, что вообще не получится у меня вернуться обратно, но чисто случайно как-то получилось, поэтому, пожалуй, не буду я рисковать, иначе застряну тут вообще. Склад. Склад. А, не то. Акт второй, сцена вторая. Церковь святого Томаса. Так, тут есть уборщик, тут есть, судя по всему, куча этажей, поэтому давайте, наверное, ребята, мы здесь с вами прервемся, чтобы уже в следующий раз посвятить наше время чисто вот этой бегать не по этажам. Я думаю, придется опять-таки бегать по этажам и искать то, что нам нужно. С3, С2, С4, С5, я смотрю, пометки есть. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok